Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем мышление инвесторов, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Вот в этом видео мы говорили про шкалу обладания, то есть почему вы, может быть, остаетесь бедными, почему не выходите на новый уровень, в чем заключается затык, сделали упражнение практическое, которое позволило как раз-таки ответить на этот вопрос. И как раз-таки я сразу уже предупредил, чтобы вы обязательно дождались этого видео, потому что когда вопрос стоит растрачивание, да, то есть позволять себе тратить больше, позволять себе тратить там, где ты такой, ну, камон там, наушники за 1000 долларов вообще не, не а ле, да, вон можно за 500 рублей непосредственно купить, то давайте поговорим по поводу того, каким образом имеет смысл растрачивать, раз, два, почему получается в жизни так, что мы занимаемся целеполаганием, мы прописываем какие-то цели, мы хотим, чтобы у нас увеличивался активный доход. Даже эти цели достигаются, то есть удивительно бывает, что кто-то, что писал там 3-4-5 лет назад, есть такая традиция, да, то есть люди платят, что я хочу купить в следующем году, люди покупают, но в итоге они сейчас смотрят назад, говорят, что да, как бы цели реализованы, но что-то к финансовой свободе я не продвинулся, что-то финансового капитала у меня никакого нет. Сказать, что я чувствую сейчас себя комфортно, свободно, я свободно могу уйти с работы, да, у меня есть подушка финансовой безопасности, у меня есть какой-то арендный доход, я не могу. То есть где здесь, в чем здесь заключается непосредственно ошибка. Давайте поговорим об этом, в чем, на мой взгляд, заключается ошибка, почему мы получаем тот результат, который получаем, и как непосредственно это нужно изменить, особенно если вы из тех людей, кто планирует, кто ставит себе финансовые цели на следующий год и хочет, чтобы 2024 год стал переломным, чтобы по итогам года, когда вы посмотрели прошедшие 12 месяцев, посмотрели на свое финансовое состояние, посмотрели на уровень своего активного дохода, посмотрели, сколько у вас отложено денег, чтобы у вас 2024 год стал прорывным для вас. Это подарок вам, как подписчикам, давайте об этом непосредственно поговорим. Итак, смотрите, друзья, давайте начнем с того, что, опять же, это не моя история, это не мой какой-то, не мое авторство эксклюзивное. Есть Тони Робинс, у него есть прикольная книжка, которую я многим советую начинающим людям прочитать, «Деньги мастер игры», и там он задается таким вопросом, а для чего, в принципе, нужны деньги, то есть что нам позволяют деньги, да, какие цели можно достичь с помощью денег. Даже нет, это не в книжке было, это я был на отдельном тренинге UPW. Итак, о чем он говорит? То есть есть два уровня целей. Первый уровень финансовых целей – это безопасность. Как это работает? То есть студент закончил институт, вуз нашел работу, и первым делом у него небольшая заработная плата, он удовлетворяет цели, связанные с безопасностью. Надо где-то жить, надо где-то что-то есть, надо платить коммуналку, жилье или свое, или родители помогают, или сам снимаешь, да, то есть некие такие базовые уровни потребности. Кто-то начинает приводить пирамиды масла, он на самом деле очень схожи, здесь не принципиально, то есть в любом случае сначала удовлетворяются базовые потребности. Второй уровень целей – это называется, там, Тони Роббинс это называет «человек хочет удивляться». Мы такое существо, что нам нужно удивляться, или это по-другому называется «вкус жизни», да, давайте назовем это «вкус жизни». Что сюда входит? Сюда входят различные увлечения, рестораны, боулинги, кафе, я не знаю, ну то есть что-то новое, путешествие, увидеть что-то новое, да, то есть это вот некая потребность удивляться, испытывать какие-то новые ощущения неизведанные, да, которые обладают энергией, которые хочется достигать, и получается человек, когда начинает у него увеличиваться заработная плата, он все больше и больше, когда безопасность уже удовлетворена, он начинает спускаться вниз, и там возникает вот этот вот вкус жизни, да, пойти куда-то что-то сделать, что-то чему-то удивиться. Третий уровень называется «собственная значимость». Что подразумевается под собственной значимостью, да, это, ну давайте по-русски это называется понты, то есть это из разряда дорогие часы, дорогая одежда, стильная одежда, это новый автомобиль, премиальный автомобиль, это квартира, более дорогая престижная квартира, куда я приезжаю, это, как правило, первые встречи 5-10 лет с момента выпуска школы, института, да, то есть на какой машине приезжаю, в какой одежде я прихожу, какой супруг рядом, что я, вот какой, да, посмотрите там у девушек какой у меня мужчина, у мужчин какая у меня жена, да, то есть это некая такая собственная значимость, да, что я выделяю с чем-то и я вот значим, я вот что называется могу себе позволить, да, и здесь соответственно тоже это третий уровень, когда у нас с безопасностью все нормально, со вкусом жизни мы можем спокойно все позволить, потом сваливаемся вот сюда, то есть как раз таки в возрасте, когда мы начинаем очень хорошо зарабатывать, когда пройден вот этот этап низкой базы по причине развития, да, сейчас об этом поговорим, да, нарабатывается навык, становятся более производительные, нас начинают замечать, да, то есть начинают увеличиваться доходы и доходов для удовлетворения первых двух уровней более чем достаточно, и мы лезем сюда, и как правило, когда мы лезем сюда, это еще осуществляется за счет того, что мы не просто покупаем, чтобы показать собственную значимость, а так как это премиальное и весь премиум вокруг этого выстроен, то здесь может быть рассрочка, здесь может быть кредит, и здесь получается в период, когда мы обладаем наибольшим потенциалом для создания капитала на будущее, мы в итоге эти деньги начинаем растрачивать на предметы, составляющие собственную значимость, ну подумайте об этом просто, да, я не говорю сейчас конкретный рецепт, я говорю, чтобы вы посмотрели на себя, на свои траты, посмотрели на своих родных и близких, посмотрели на людей, с которыми вы стояли на выпускном балу в институте или в школе, кто-то зарабатывает больше вас, кто-то зарабатывает меньше вас, где-то вы зарабатываете по отношению к кому-то больше, где-то вы зарабатываете по отношению к кому-то меньше, да, что там вот с собственной значимостью, да, если вы это посмотрите и непосредственно проанализируете. Окей, идем дальше. Следующий уровень – любить и быть любимым. Слышу, как полетели камни в мой огород, да, любовь не продается, если продается, то это не любовь. С милым рай в шалаше, но как на одной из моих первых работ главный бухгалтер говорил, с любимым рай в шалаше до первых заморозков, да. И здесь не к вопросу о том, что мы покупаем любовь, здесь вопрос про то, что деньги не делают людей счастливыми, но деньги решают 97% проблем, которые делают людей несчастными. И здесь, когда мы говорим любить и быть любимыми, здесь растрачивание денег идет, как правило, это родители. Родители становятся престарелыми, это близкие, это дети. И здесь, когда мы говорим про любовь, ну вот так вот это в английском языке ставится, это больше, наверное, забота о близких, да. То есть мы начинаем о ком-то заботимся, мы начинаем для кого-то являться вкладом, но этот вклад, он близкий. То есть это не коллега по работе, да, то есть это не вопрос какой-то благотворительности. Это вопрос, что вот для своего, для маленького кружка, да, я забочусь, я начинаю родителям дарить какие-то подарки, да. У меня, например, там вот няня, да, то есть няня, которая работает с ребенком, у нее она пока находилась, ну и находится у нас, да, до этого зарабатывала, чтобы дать дочерям образование. Сейчас дочери, соответственно, одна из дочерей поступила на работу, начала непосредственно зарабатывать. У нее появился молодой человек, который обеспечивает безопасность, вкус жизни, элементы собственной значимости пришла, айфоном новым похвалилась, да. То есть здесь есть некий внешний человек, да, и что? И она дарит маме, надень мам, дарит громадный букет, да, там, ну я понимаю, что он стоит где-то порядка 10 тысяч рублей. Понимая, какой там сейчас есть уровень дохода, да, это вот четвертый уровень, и вот эти вот первые четыре уровня, они называются некими базовыми уровнями. И абсолютное большинство людей, они залипают между третьим и четвертым уровней. Следующими уровнями собственное развитие. Собственное развитие, когда это какой-то менеджмент, это топ уровень зарплат, да, когда мы говорим про регион, это уровень зарплат в районе 200-400 тысяч рублей, когда мы говорим о Москве, это уровень зарплат где-то от 300-400 до миллиона рублей, то что здесь происходит? Что уровень, например, в миллион рублей, он позволяет вот это вот все прям легко очень закрыть. Как правило, это люди, которые вносят большой вклад в различные среди, это могут быть предприниматели, это могут быть наемные топ-менеджеры, где платят высокие заработные платы. И поэтому люди начинают задумываться над вопросом, а кто я, а что я. Они начинают развиваться, им становится интересно что-то создавать, и они начинают или создавать что-то свое, какие-то свои смыслы, или присоединяться к компаниям, у которых есть их смыслы, то есть присоединение к большим смыслам, связанным с шестым уровнем быть вкладом. Что значит быть вкладом? Создавать ценности. И получается люди или сами начинают, то есть айтишник, который получал хорошую заработную плату, он развивается, ему становится скучно, непонятно, неинтересно, он не понимает каким вкладом он является, он уходит и создает какой-то свой стартап. Менеджеры, которые уходят, я не знаю, из инвестиционно-банковского бизнеса и начинают заниматься системной благотворительностью. Например, опять-таки, посмотрите, например, есть Доброград, человек, который сделал бизнес, продавая матрасы, сейчас он создает вообще другие смыслы, то есть он создает целый город, высший уровень, но опять-таки сюда люди попадают по двум вариантам. Или им повезло, и они попали в компанию, в которой очень много коммунициации по вот этому поводу идет, и компания сама за свой счет вкладывает в развитие персонала, да в принципе все, как бы вариантов особо больше нету. То есть они просто попали в компанию, где вот эти вот смыслы есть, или начинают создавать свои собственные. То есть история, связанная с дауншифтерами, непосредственно в этом как бы и заключается. Итак, возвращаясь к постановке целей, почему мы начали вот это рассматривать? Потому что получается, что мы поговорили о том, для чего нам нужны деньги, да, то есть какие цели, какие уровни целей бывают, и на что мы непосредственно их тратим. Теперь я предлагаю поступить следующим образом. То есть мы вот это вот оставим, запишем, да, и непосредственно к этому вернемся. Но сейчас я вам предлагаю сделать следующее. Опять же практикум. Ребят, очень серьезно, если вы хотите, чтобы у вас изменилась ситуация в следующие 12 месяцев, я серьезно прошу вас подойти к тому упражнению, которое я вам порекомендую сделать сейчас. То есть, опять же, поставьте на паузу, выдохните, можете посмотреть и потом вернуться, да, значения не имеет. Но просто лучше будет, что если вы сначала сделаете, да, а потом вернётесь к просмотру видео. Итак, запишите для себя, прям по порядочку, да, то есть, знаете, есть такие 50 целей на следующие 12 месяцев. Материальных целей. Вот возьмите и запишите их. Итак, время, поставьте на паузу, 10-15 минут, можете написать. Здорово, на самом деле тот, кто сделал, нелегко. Я думаю, что где-то на 15-20 цели началось залипание, надоело это, да, и вы, соответственно, отпустили с паузы и решили смотреть, что дальше. Кто-то вообще не делал упражнения, ему интересно, что же делать со всей этой штукой дальше. Хорошо, давайте тогда продолжим. Итак, если вы сейчас выписали цели, то я вам предлагаю сейчас провести некую калибровку. И калибровку провести по вот этой истории. То есть, какая из этих целей финансовых, да, которые вы записали, попадает в безопасность, в уровень безопасности, какая попадает во вкус жизни, какая попадает в собственную значимость, какая попадает сюда любить и быть любимым, какая попадает в собственное развитие, и какая попадает быть вкладом. То есть просто проведите калибровку, и что у вас получится? У вас получится очень интересная история. Когда вы проведете калибровку, и я вас попрошу их написать по цене, сколько это стоит, ну то есть сколько на это непосредственно нужно потратить, у вас образуется вот такая вот некая пирамида. И в этой пирамиде, я не единожды уже делал эту практику, вы поймете, что когда вы сделали вот эту калибровку, вы поймете, что в этой пирамиде есть какие-то маленькие цели, которые заполняют низ. Ну, то есть, получается, есть маленькие цели, маленькие, небольшие, да, и есть какие-то большие цели, есть какая-то суперцель. Как определить, систематизировать и понять, что это за суперцель? Понять, суперцель это или не суперцель, во-первых, а ее цена, цена будет офигеть какая большая, то есть цена будет высокая. Вторая характеристика, если вы хотите выделить из вот этих вот большого количества целей суперцель, вторая характеристика этой цели заключается в том, что, если вы на нее очень внимательно посмотрите, порядка 80% вот этих целей, они достигаются автоматически на следование пути к этой цели. Первое, цена большая, второе, это достижение этих целей, низших, идет как следствие, как путь достижения вот этой сверхцели. Путь для маленьких, минимальных целей. То есть этими маленькими целями, по сути, выложена дорога к вот этой вот большой цели. И если вы проводили качественно вот эту вот постановку, да, то есть не просто посмотреть видео, что там опять в очередной раз Максим скажет, а вы действительно хотите, чтобы для вас это было ценным, то вы увидите, что эта цель, она дает энергию, вам ее хочется достигать. То есть она обладает энергией, которая, если вы на нее посмотрите с позиции энергии, она дает вам энергию для того, чтобы двигаться, для того, чтобы вставать, для того, чтобы действовать, для того, чтобы учиться, для того, чтобы, ну, просто идти непосредственно к ней. То есть она дает энергию. она дает энергию непосредственно. Инсайты, которые могут непосредственно быть. Я не знаю, есть у вас или нет такие инсайты, напишите в комментариях, мне будет ценно узнать, кому это действительно помогло и поспособствовало. Теперь давайте вернемся к предыдущей истории, почему же такое происходит. Происходит следующее, что самые дорогие цели, которые отличаются вот этими характеристиками, они большие и кажутся неподъемными, они имеют такое свойство, что на пути к их достижению выполняются какие-то маленькие цели, низкоранговые цели. И третье, они обладают энергией для того, чтобы непосредственно двигаться. История связана с тем, что абсолютное большинство людей идут по вот этим вот потребностям сверху 1, 2, 3, 4, 5 вниз. То, что нужно сделать, это перевернуть эту пирамиду. И по сути, если вы хотите быть вкладом, если вы хотите создавать больше ценности, то для того, чтобы создавать больше ценности для большего количества людей, вам нужно быть наиболее эффективным, вам нужно уметь продавать, вам нужно уметь выступать публично, вам нужно уметь вести переговоры, вам нужно уметь нанимать эффективный персонал. То есть, вы видите, что для того, чтобы выполнить вот эту цель, вы хотите того или нет, вынуждены развиваться. А если вы развиваетесь, становитесь более эффективными, создаете для других людей больше ценности, то, соответственно, денег для того, чтобы реализовать все вот эти цели, они приходят к вам абсолютно на автоматически и поэтому получается когда вы переворачиваете с ног на голову да каким вкладом я могу быть для других людей я вам больше скажу если мы вернемся к предыдущему видео и посмотрим на шкалу обладания делаем вклад в других это автоматически приводит потому что мы выходим на уровень создавать и тогда когда мы говорим о том куда нужно растрачивать деньги его что мы их вкладываем это не новый iphone в кредит взятый потому что это вопрос собственной значимости получается это не новый автомобиль потому что это опять собственная значимость а это новый курс или собственный бизнес или присоединиться к бизнесу где есть смысл и которые отзываются у вашего большого зачем и еще небольшая добавочка да ко всей этой истории я это называю высокоранговой низкоранговой цели вот это вот этот блок это низкоранговой цели вот этот блок это высокоранговой цели в чем отличие низкоранговых целей от высокоранговых целей. Низкоранговые цели, когда вы их достигаете, они начинают распадаться, то есть они подвергаются так называемой энтропии. Что значит распадаться? Значит, что если вы заплатили коммуналку, ну все, заплатили коммуналку, да, вы потратили, вам не вернется, больше не будет. В следующий месяц заплатите снова коммуналку, да. Если вы купили еду и скушали ее, да, то вы все, ее потратили. И происходит некий такой интересный очень обмен, да, то есть в низкоранговых целей, обмен, который происходит, вы продаете свое время, получаете за это деньги и эти деньги направляете на удовлетворение низкоранговых целей. А низкоранговые цели по своей сути являются распадающимися, то есть они теряются. Купили еду, все, нет еды и вы завтра вынуждены снова еду купить. Заплатили коммуналку, все, коммуналка заплачена, на следующий месяц заплатите еще. Вкус жизни тот же самый, сходили в ресторан, поели, впечатления какие-то в моменте получили, все распались вам, чтобы снова получить вот этот вкус жизни, вы снова вынуждены пойти и снова потратить деньги. В этой схеме, что вы продали время, получили деньги, потратили на то, что распалось, все, в труху превратилось, извините, в унитаз слили, да. Собственная значимость. Да, распад тоже идет, амортизируются телефоны, телевизоры, квартиры, машины, все амортизируется, да, соответственно, деньги теряются. Да, не так быстро, как первых двух, помедленнее, но тем не менее, все равно потери идут. Посмотрите, я не знаю, там, откройте любую полку, где старая бытовая техника, бытовая электроника лежит, да, камеры, которые мы покупали и за сколько покупали, сколько они сейчас стоят, телефоны, которые старые валяются и выкинуть жалко и стоят копейки, да, вот, ну, это вот все вот здесь вот, да, вот тут вот находилось. Здесь тоже, да, сделали подарок, как правило, или вылечили, растратилось. Что происходит здесь? Вы освоили новый навык эффективных переговоров. Навык эффективной коммуникации, который, в принципе, привел к тому, что вы не конфликтуете. Вы не конфликтуете с родными, вы не конфликтуете на работе, вы понимаете, у кого какие психологические потребности, вы можете очень быстро удовлетворить эти психологические потребности и свои, и человека, который рядом с вами находится. Это приводит к росту производительности труда. Рост производительности труда приводит к тому, что вы начинаете создавать больше ценности, Вы становитесь большим вкладом, и, соответственно, получается, что если вы вложили в собственное развитие, как это не покажется странным, это приводит к тому, что если здесь деньги у вас улетают, то тут деньги у вас, наоборот, начинают пребывать. И тогда мы опять возвращаемся к нашим пирамиде целей. И почему как раз-таки ответ на вопрос, что мы достигаем целей, что мы можем обернуться назад и сказать, да, и это было, и это было, и это было. Но суть в том, что абсолютная большая часть денег, она расходуется на низкоранговые цели. А так как эти низкоранговые цели в итоге распадаются и превращаются в хлам, а высокоранговые цели тупо не достигаются, потому что, извините, денег не хватило для того, чтобы потратиться. Они же большие, они же стоят много. Пойти в Сколково учиться, да вы что, бзикнулись что ли совсем? Или пойти, зачем мне идти, там, получать второе высшее образование. Практически применимое. Не просто пойти получить второе образование, потому что у меня будет еще одна корочка, а то образование, которое мне нужно для того, чтобы быть вкладом. Я маркетинг хочу изучить, я хочу научиться людей эффективных нанимать, потому что я хочу бизнес создать. И мне в этом бизнесе нужны классные, эффективные люди. Как это сделать? А хороший тренинг, который в России стоит, стоит полтора миллиона. И вроде бы интересно, и вроде бы зажигает, и может быть я даже с этими людьми бизнес могу создать. Но подождите, ребят, у меня же есть еще цели, которые нужно сделать. И мы опять говорим, что у нас есть третий уровень цели, собственная значимость, да. Где мы в самом пике нашего активного дохода, когда он как бы растет и после этого только начинает снижаться, мы большую часть денег тратим, а, на растрачиваемые вещи, б, которые не создают увеличение нашего активного дохода, ц, мы их еще и в кредит берем, то есть мы переплачиваем в полтора-два раза, просто беря их в кредит, чтобы сказать, вот такой вот я могу. Дожился до таких вещей. Поэтому именно в рамках данного видео, друзья, я хотел вам показать, каким образом ставлю цели лично я. Да, то есть я пишу, что мне хочется, и это нормально. Нормально хотеть каких-то простых элементарных вещей. Нормально хотеть предмет материального мира. Но в итоге, если мы смотрим на какой-то предмет материального мира, макбук новый хочу, к примеру, да, то есть чтобы это был прям там M.2 Pro Max, зачем хотят. И тогда у меня возникает цель. Если я это хочу условно для того, чтобы показать на видео или сесть в ресторане и открыть, чтобы было видно, что это новый макбук, черный Pro, да, который вот их еще нет. Если я приду и вот черный его открою с черной мышкой, да, все по-все по-модному. И если это вопрос собственной значимости, то я растрачиваю. Если это средство производства для того, чтобы делать классные презентации для вас, я не знаю, конференции проводить с командой. То есть это некое средство производства, которое позволяет сделать, идти мне к моей большой цели. Разницу чувствуете? Разницу между целеполаганием, когда это, ну, условно, пыль в глаза, показ собственной значимости, или когда это просто, мы переходим сюда, это спокойный уровень, мы переходим на уровень конфронтировать. Я не переоцениваю. Это не является прям хочу, не могу, да, чтобы вот это вот прям вот-вот-вот-вот. Я отношусь к этому достаточно спокойно, да, для того, чтобы я конфронтирую, являясь вкладом, да, чтобы создавать еще больше непосредственно. Вот такие, ребят, подходы. То, о чем хотелось рассказать, очень сильно перекликается с вот этим вот видео, да, по поводу шкалы обладания. И надеюсь, вам это действительно нравится, то, про что мы сейчас поговорили. Вы по-другому посмотрели, как подходить к своим собственным целям, как их выстраивать, как их сегментировать, в какой области это находится. И порефлексуйте. У нас впереди Новый год, соответственно, можно загадывать желания, желания могут исполняться на Новый год. Я очень прошу, пусть эти желания, они находятся у вас не в плоскости низкоранговых целей. Подумайте, какая большая высокоранговая цель вас зажигает. Что вам действительно хочется, что вам хочется создавать в ситуации, когда вы получаете. Делайте то, что вам хочется, не делайте то, что не хочется. Это цена для других людей, у вас для этого есть экспертиза. И что можно для этого сделать, как вы можете немножечко поменять свою жизнь. Надеюсь, это получится. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Продолжение следует...